Вот и добрались на одной из самых популярных дэд-метал-групп в мире Эпатажные и очень экстремальные Кеннибал Корпс Мало кто может похвастаться таким количеством запретов, цензурирования и судебных разбирательств, как Кеннибал Корпс Их запрещали в Австралии, Новой Зеландии, Корее и частично в Германии Обложки для альбомов им приходилось делать в двух вариантах С клипами, кстати, та же история Но несмотря на попытки общественников приструнить группу С каждым новым запретом количество поклонников Кеннибал Корпс только возрастает Основная претензия любителей белых пальто Кеннибал Корпс В том, что их музыка якобы притупляет чувствительность людей к насилию Для тех, кто не в теме, песни и клипы Кеннибал Корпс это мини-ужастики С большим количеством художественной нечисти, кровищей, расчлененки и откровенным сюжетом А вот что заявляют сами музыканты по этому поводу Нет ничего реально серьезного в текстах наших песен Мы не думаем ни о ком в особенности, не пытаемся убить или навредить кому-то Как вы можете говорить, что мы продвигаем насилие с воображаемыми существами? Люди, совершающие убийство в наших песнях, являются зомби Короче, все как обычно Во всем виноваты песни, фильмы ужасов, компьютерные игры Но никак не воспитание родителей Кеннибал Корпс основанный в 1988 году На осколках групп Tyrant Sin и Beyond Death На их счету 15 студийных альбомов Тираж которых составил более 2 миллионов копий по всему миру Что сделала Кеннибал Корпс самой продаваемой Death Metal группой О ком еще рассказать, пишите в комментариях